в этом последнем выпуске лучших реплеев мы посмотрим на игру европейского игрока под ником капитан полон да 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 оказывается меня смотрите только наши соотечественники но и иностранцы и даже не просто смотрят а еще и присылают свои реплеи что особенно приятно и в общем сегодня будет очень жесткий результативный бой на пл-01 он не будет конечно сверх каким-то там прям с интригой типа вот он на последних секундах всех убивать нет здесь на самом деле бой будет очень жесткий да он будет в одну калитку но нужно понимать насколько грамотно и быстро он это сделает что ну то есть столько такое количество урона настолько быстро в бою нанести нужно быть вот ты всегда должен быть в правильном месте ты просто не можешь где-то просто стоять и ждать пока к тебе кто-то приедет или еще что-то ты должен быть максимально эффективен и в общем давайте смотреть да уже здесь пошел замес первым же отправляется гриффин 50 миллиметров он решил сюда поджаться но после того как он увидел пл-ку ему нужно было конечно разворачиваться и просто отсюда сваливать он оставляет здесь снайпершу но пока не торопится отсюда уезжать видимо какая-то такая для него интересная позиция честно говоря я ее особо никогда не использовал хотя возможно да на лт-шки надо будет это сделать а в целом конечно бой проходит лайтово в плане уровня боев то есть он попал на десятки против восьмерок но это абсолютно ничего в этом плане не решает именно грамотность передвижений и кстати грамотное использование дымов про которые я попозже расскажу это прям вот решало в общем с этой позиции да о бт решили как раз с того рез по противники решили хорошенько так продавить и именно из этой позиции получается удачно их отстреливать то есть если бы например я бы на стандартную позицию приехал бы холмик который с левой стороны то оттуда как бы не очень то были бы прострелы хорошие потому что если противник уже поджимается то все от тебя светит здесь также замечает ли клерка т4 который довольно таки близко подъехал и в целом фланг уже такой ну можно сказать потерянный да и поставок только забирают последнего союзника на этом фланге он решает отсюда уезжать очень вовремя во первых во вторых смотрите куда он будет переезжать он мог бы остаться здесь вот где как раз драгун стоит и попробовать как-то оттуда отстреливать но вблизи могут подъехать очень близко противники сразу засветить он замечает понимаете это именно нужно заметить что на миникарте электростанция противниками не занята аль-хусейн поджался уже прям на ту сторону а это значит что можно сделать какой ход правильно очень грамотный и самое главное вовремя пока аль-хусейн живой вот сюда здесь конечно буквально да на секунду позже проедь и мог очень нефигово от гау отхватить но откидывает сразу же первый второй дым и пролетает хотя здесь на него все равно метку поставила снайперша насколько я так слышал по звукам но самое главное он пролетает вот сюда причем аль-хусейн того уже забил забрали он занимает эту позицию с которой идеально можно отстреливать противников которые давят с того респа это ну это лучшая позиция лучше позиции просто-напросто для того чтобы отстреливать а тот фланг ну нету я бы в этой ситуации переехал бы скорее всего уже на противоположную горочку где стоят союзники и пытался оттуда отстреливать но там позиция не самая лучшая там все эти барханы будут прикрывать противников и у них будет возможность постоянно поближе и ближе подвигаться а вот именно отсюда как раз отличная позиция но тут залетает в это время гау все-таки электростанция освободилась и он решил подъехать откидывает сразу же дымы понимаете чтобы гау его не видел и в это время откидывает еще не дымы и в это время просто получается забрать гау гау даже не получилось доехать до него благодаря тому что он во первых по мини карте очень вовремя его за мне заметил во вторых воспользовался такой функцией которые некоторые игроки почему-то не пользуются дымы к тебе едет противник если тем более его кто-то подсвечивал ты просто откидываешь дым и тем более он был на перезарядке это было важно мог сейчас принципе поиграть уже от гау но он кинул дымы подождал перезарядку и в это время развалили по-быстрому вообще без проблем его второй вариант как можно очень грамотно до использовать вот сейчас он отстреливать пытается отстреливать противников его засвечивает он кидает дымы просто да не он светит и поэтому вполне себе можно кинуть дымы и абсолютно безнаказанно через эти дымы отстреливать противников и он этим будет постоянно пользоваться и вы тоже не забывайте этим пользоваться если не выпад противника светите то вы можете спокойно вываливаться даже какую-то опасную позицию вываливаться кидать дымы и через эти дымы уже дамажит противников вообще изи тем временем они продолжают давить тот фланг и здесь остался уже в принципе викерс и внизу если клер который прикрывается как раз этими самыми барханами с викерсом получается разобраться до минус викерс в общем-то домашки уже накидал 8 200 и в целом счет нормальный команда в целом здесь выигрывает но то как он как то как он этот фланг отбивал да вот с этой позиции это просто вообще идеально аликлер т4 попал в такую позицию что как бы но и уже нет вариантов вот не было бы на электростанции никого он спокойно себя там чувствовал бы он бы развернулся к этому термику и все и стрелялся бы с ним но как бы не тут то было и как только он отстреливает последнего леклерка он не стоит на месте не ждет там чего-то еще он переезжает на следующую позицию противников осталось уже не так много их пять человек но тем не менее их нужно еще выковырить подъезжает сразу вот в эту позицию конечно довольно таки открытая позиция но опять же как он делает это он кидает выстрел и тут же кидает дымы но в этом случае уже именно он пл-ку светил и она исчезает но тут же опять появляется видимо гриффин еще вылазит и и досвечивает и в итоге он спокойно довольно опасной позиции спокойно спокойно стоит и отстреливать эту пл-ку как только дымы закончились он просто отъезжает и гриффин получает с горочки напротив на горочки есть противники но он не получил ни одного урона но от пл-ки там на 63 залетела в конце и все нужно естественно как-то пл-ку добивать но здесь уже без дымов вылазить будет очень опасно горочка абсолютно вся как выяснится да будет напичкана просто оставшимися противниками но аккуратненько чекать пл-ку не находит и видишь что с левой стороны поджимаются уже союзники в целом позиция идеальная думаю уже менять ее нет смысла потому что вот он пошел за свет на драгуна драгун получать одну вторую третью плюху тут же вылетает и mgm к по 700 кумулями в них летит без проблем первый отстрел офигенный нужно еще перезарядиться и еще реализовать один барабан остается четыре противника их уже не так много и в общем-то союзники начинают добивать и в целом карточка уже абсолютно точно сделано но при этом сейчас он добьет последнюю да вот все-таки у него получается вывалиться на пл-ку он добивает пл-ку союзники добивают остальных и это 17000 урона и это не какой-то долгий затяжной 15-ти минутный бой буквально за 7 минут они разобрались со всеми противниками и он успел столько накидать грамотные отслеживания миникарты грамотные передвижения грамотные дымы и в общем-то так сказать вот и весь успех этого боя оставим лайки подписываемся на канал присылайте свои каточки и увидимся в следующем видео всем пока субтитры делал DimaTorzok